Все на все. И по работе бежать. Ладно, раз уже вот у нас профессор Бычков уже, по сути дела, все начал. Поэтому, друзья, я приветствую всех, сегодня 1 октября, очень знаменательный день, новый месяц начинается. У нас новый четвертый день нашей конференции, я включил запись, вот, и это означает, что наше заседание началось. У нас тут сейчас 30 человек, это очень приличное количество, вот, и из них там даже 6, 6 вот в зале ожиданий, но я их всех подключаю, вот, и переходим к Бычкову. Владимир Львович, вам слово, давайте. Так, я хочу в полный экран. Так, меня видно? Алло. Экран, экран видно, Володь, видно экран. Видно. Хочу просто его сделать полностью, это анимация. Нет, пока слайдов, пока слайдов. Пока слайдов. Так, теперь сначала. Саша просвернув подсказывает, что там делать, он лучше всех знает, в общем-то, на самом деле. Ну, и слушаем. Здравствуйте, здравствуйте. Я не знаю, кто из иностранцев присутствует, но я поэтому скажу что-то им. Hello, our foreign colleagues. Сегодня я хочу сделать доклад для, скорее всего, для русских ученых, который называется «Следование западных ученых шаровых молниях в лицах». Это доклад, который по сущности своей продолжает серию моих презентаций, которые я делал у Самсоненко, посвященных российским ученым в лицах. Ну, и с другой стороны, он доклад в этом смысле может быть докладом для, посвященным 30-летию Международного Комитета по шаровым молниям. Ну, я хочу показать, что шаровые молнии – это довольно-таки сложное явление. Оно не только является шаром, как вот здесь можно показать, или вот здесь. Оно бывает типа мороженого на палочке, типа какой-то ленты, типа волосатого объекта. И поэтому шаровая молния всегда привлекает к себе внимание, поскольку до сих пор еще нет однозначной трактовки этого явления. Надо начать, если говорим о западных ученых. Мы начнем с тех ученых, которые все сделали для западной науки и начали раньше всех исследовать последовательно шаровой молнии. Это был Михаил Васильевич Ломоносов. У него появилась первая работа научная, в которой он исследовал смерть профессора Рихмана. Не думайте, что Рихман – это западный профессор. Рихман – это прибалт в России, который жил в Петербурге. И можно сказать, что вся западная наука шаровой молнии вышла из русской науки. Михаил Васильевич передумал, не передумал, первым сделал анализ воздействия шаровой молнии на окружающую среду, пришел к выводу, что шаровая молния не имеет магнитных свойств. И первый сделал гипотезу, или, да, первая модель шаровой молнии, что это химическая модель, и что шаровая молния – это сжигание жиров. Ну вот здесь я просто могу привести портрет Рихмана и его машину, в которой он хотел измерить разряд молнии. Для этого нужно было подсоединить вот этот штырь к облаку, для чего он запускал воздушный змей. И по отклонению маленького шарика можно было узнать заряд облака, и в результате попадания линейной молнии вот в воздушный змей прошел ток, здесь появилась шаровая молния, которая и убила, к сожалению, этого выдающегося ученого. Надо сказать, что вот эти исследования сильно затормозили исследования и шаровых молний, и атмосферного электричества на целое столетие. От всего страшного случая, которые в то время имели машины и действовали, от того случая страха, ради смертоносного все бросили и действовать боли вовсе перестали. И от всего видно знатно, что сие есть особенный секрет Божий, человеком же ведать не надо высь, и вовсе том отказано нам, то есть религиозное чувство говорило о том, что надо прекратить заниматься такими божественными вещами, как гром и молния, и исследовать атмосферное электричество страшно опасно. На это, конечно, ушло столетие. Но далее можно сказать, что выдающийся человек, о котором всегда все забывают при рассказе о шаровых молниях, это был Майкл Фарадей, первооткрыватель электромагнитного поля, физик-экспериментатор, химик, создатель первой модели электродвигателей трансформатора. Это был человек, которым современники многие видели пластилина молний и короля физиков. В работе, которая здесь указана, он утверждал, что скорость перемещения и время существования шаровых молний не сопоставимы со всеми известными свойствами электрических разрядов, и сделал вывод, что какая-либо связь с обычными молниями или атмосферным электричеством более чем сомнительна. Поэтому, когда люди говорят, что шаровой молнией не занимались выдающиеся люди, мы видим, что первый гений, зарубежный гений Майкл Фарадей интересовался и считал это реальным объектом. Следующим выдающимся человеком на Западе, который занимался шаровыми молниями, это был астроном и физик Доминик Франсуа Жан Араго. Он выдающийся физик, в 23 года он уже был избран членом Парижской академии наук. Кончал он артиллерийскую школу и придумал в школе, ему тригонометрию не преподавали, поступая в артиллерийскую школу, на экзамене он сам вывел все необходимые ему формулы для патригонометрии и решил задачи. Он работал с Френелем, изучая поляризацию света, он занимался астрономией и перечислял некоторые из сложных вопросов науки того времени и попытался выяснить, существует ли шаровая молния или это просто оптическая иллюзия и пришел к выводу о ее реальном существовании. Вот он написал, сделал обзор из 20 сообщений на наблюдениях шаровых молний, они были опубликованы вот в этих работах. В России эти работы были опубликованы до революции в книге «Гром и молния», их можно и там прочитать, часто на них ссылаются, правда не указывают, откуда взяли данные. В связи с проблемами шаровой молнии нужно вспомнить в середине XIX века ученого Раймона Гастона Луи Гастона Планте. Он был… он как занимался как астрономией, так и занимался и физикой, и у него вышли работы по созданию светящихся шаров. И сейчас перейдем к этому. он разработал батарею с такими параметрами. Были напряжения в нескольких киловольт, то есть напряжения были до 10 киловольт и десятки ампер токи. Другие были напряжения в 7 вольт и килоампер ток. Такие разряды сейчас практически не производятся. Последние разряды, когда были гальваны, гальваникой занимались, тогда использовались такие разрядники. Сейчас их найти невозможно. И это очень печально, потому что нельзя повторить вот его эксперименты. Из этой книги следует, что при воздействии электродов, один из которых помещен в жидкость, а второй снаружи, появляются шары. Если у нас добавляется что-то, у нас добавляется что-то в жидкость, у нас могут быть довольно сложные конфигурации светящихся объектов, которые живут несколько секунд. И если вот такая конфигурация воздействия, то часто вырастает вот около этих, между этими поверхностью жидкости и положительным электродом возникает некоторая структура, которая напоминает дерево, состоящее из шариков, на которых есть маленькие шаровые молнии. Вот такие были первые эксперименты, я бы сказал, удачные, которые затем повторил только в некотором смысле наш Геннадий Шабанов, но это уже относится к русской науке, а вот на Западе на этом успешные эксперименты химические, скажем так, продолжил Тесла. Но сейчас, скажем дальше, в конце 18 века и в начале, в конце 19 и начале 20 века тоже интересовался с шаровыми молниями Камиль Фламмарион. Он написал много книг по астрономии, по психологии, по полетам на воздушных шарах, и он опубликовал сборник, состоящий из 50 отчетов о наблюдении шаровых молний. И в своей книге «Атмосфера» он написал несколько очень интересных, красивых описаний, и часть из них можно прочитать в книжке про НЛО. Дальше. Ну, естественно, в связи с работами зарубежных ученых необходимо отметить выдающегося гениального ученого Никола Тесла. Никола Тесла был первым американским экспериментатором, который пытался понять природу шаровых молний и создал установку для ее получения. Значит, я потом коснусь. Вот фотографии Теслы, вот его башня в Колорадо Спрингс, на которую он пытался воздействовать СВЧ-разрядами на аэносферу. Вот видны его конструкции, где у него появлялись разряды. И вот видно, что у него на фотографии получился светящийся шар. Тесла был, скажем, создал новую теорию электричества. То есть, он создал не просто электричество, а сделал шаг, создав свои генераторы, создал условия для промышленной революции. Теперь вернемся к идеям Теслы. Тесла считал, что без эфира невозможно существование шаровых молний. Дальше. Тесла, надо отметить, критиковал работы Герца и Эйнштейна. Я хочу сказать, что эта вся критика была абсолютно правильной. Он говорил, что никаких искривлений пространства нет. И время – это категория, которую нельзя связывать с пространством и временем. Далее он критиковал все эти Эйнштейновские штучки, говоря, что с точки зрения классической физики, любое искривление пространства приведет по третьему закону к его обратному сжатию, и время будет достаточно маленькое. И это он опубликовал. За то, что он критиковал Эйнштейна, он подвергался большим гонениям и закончил свою жизнь в нищете. Тесла считал, что существует эфир такой, как в гидродинамике. Релятивизма нет, и все волновые уравнения описывают продольные электромагнитные волны. При этом он также критиковал работы Герца. Он сказал, что Герц в своих работах принял продольные волны за поперечные волны, проделал неправильно все эти эксперименты, и встречался даже с Релеем, где он показывал ошибки в работах Герца. Но я так думаю, что славянофобия не позволила Релею опубликовать свои заключения, и все эти вещи остались неизвестны для широкой общественности. В России, можно сказать, что был последователем академик Миткевич. Он также придерживался взглядов Теслы. У него была дискуссия с Тамом, в которой он говорил, что электромагнитные поля – это реальные вещи, реальные проявления существования эфира. А эфиром он считал некоторые возбужденные состояния материи. Но надо сказать, что с 30-х по 50-е годы была борьба между учеными классической школы и релятивизма. И она происходила, скажем так, с большим успехом людей классической школы. Последнее место для прибежища нормальной физики была Россия. Но после Сталина релятивисты, участники атомного проекта победили, и вся критика работы Эйнштейна и релятивистов была запрещена. Даже появилось решение Президиума Академии наук в 1963 году, запрещающее любую критику теории относительности и квантовой механики. Ну, в связи с таким отношением к физике классической и классическим подходам, работы, публикации работ Теслы в России были запрещены. А для того, чтобы отделить сообщество или разделить сообщество, все ученые, которые занимались классическими подходами в электричестве, стали называться электротехниками. Теперь поговорим об эксперименте. Базу эксперимента создал и представлял вот такая схема, которая здесь нарисована. Вот здесь катушка Теслы. Вот здесь еще это витки, которые при помощи вот этого устройства подстраивались так, что появлялось резонансное высокочастотное поле на вот этой катушке. Когда были две катушки, между двумя катушками возникало сильное электрическое поле, если посмотреть еще и магнитное поле, то возникала конфигурация, в которой могла спокойно возбуждаться среда. Как он считал, что это была эфирная среда, в которой возникал резонанс и появлялись шаровые молнии. Вот в 1989 году, через сто лет после экспериментов Теслы в Колорадо Спрингс, американцы Корумы, братья Корумы, проделали работу. Вот это их конфигурация, эксперимент, вот эти две катушки, вот эти витки. Вот здесь происходит подстройка всего. И получили, что вблизи высоковольтных электродов появлялись шарики, которые жили до 2-3 секунд и размером были до 5 сантиметров. И цвет у них был красный, желтый, оранжевый, голубой. Сделали они также эксперименты Корумы, которые показывали, что вот такие шарики могут проходить через стекло. И вот эта фотография прохода шариков через стекло. И они считали, что именно Тесла и его отношение к эфиру позволили получить такие шаровые молнии. В России эти работы проделывал Копейкин. Он тоже получил разные плазмоиды на фоне стримеров, бьющих между двумя этими высоковольтными электродами. Но, к сожалению, Копейкин погиб и не закончил все свои выдающиеся начинания. А братья Корумы перешли к работе технологически создавать. Стали они высоковольтные эти катушки и создали науку Tesla coils. То есть называются тесловские катушки. И больше с 1989 года не публиковали работ по шаровым молниям. Ну, а когда я пытался с ними связаться в Индианополисе, они на контакт не пошли. И теперь среди выдающихся людей нужно, которые в 20 веке вложили много энергии, был Вальтер Брант, который в 23 году в период тяжелейших условий в Германии смог опубликовать книгу. Называется Der Kugelblitz, шаровая молния, которая была в то время наиболее полным обзором исследований шаровых молний. Она и сейчас может быть необходимой для первоначального ознакомления с явлениями шаровой молнии. Он собрал 600 сообщений о шаровых молниях, хранившихся в университетах Берлина, Магбурга, Геттингена, а также морской обсерватории в Гамбурге. Из них он выбрал 215 наиболее достоверных сообщений, появившихся в течение времени до выхода его книги. И надо сказать, что он дал обзор теории, предложенных для объяснения этого явления. Я считаю, что недостатком нашего сообщества является то, что мы эту книгу и не перевели на русский язык. В 1937 году произошло очень важное событие в физике шаровых молний. Гудлетт, ученый, по-моему, из Кембриджской лаборатории наблюдал следующее явление, что шаровая молния попала в бочонок с водой и испарила часть воды. Когда сделали оценку того, сколько ушло энергии на испарение воды, то оказалось, что это больше одного мегаджоуля. То есть показывалось, что шаровая молния, грубо говоря, в сто раз более мощное явление, чем горение топлива, горение взрывчатки. Но этому в то время мало кто поверил. Была лет 50-60 дискуссия с 1937, а по 1974 год была дискуссия, верят ли результатам Гудлета. Ученые, такие как Стахонов и Смирнов, считали, что это ошибочное явление. А такие, как Именитов, Тихий и другие люди, которые занимались атмосферным электричеством в России, считали, что это правильно. До сих пор идет сейчас накопление материала по высокоэнергетическим шаровым молниям. Но я сейчас к этому вернусь. Итак, с 1966 года после войны началось очень подробное исследование шаровых молний на Западе. Вышел обзор Макнелли, Рейли, Дивана. Барри выпустил свою книгу «Шаровая и чёточная молния», в которой он попытался собрать данные о всех работах к тому времени, посвященных шаровым молниям. И несколько слов говорил о сравнении газоразрядных экспериментов с экспериментами по шаровым молниям. Теперь нужно перейти уже к последним работам, не последним, а к последнему периоду исследований шаровых молний в XX веке. Существенную работу в этом направлении сделал Стэнли Сингер. У него в 1971 году вышла книжка «Природа шаровых молний», которая была переведена на русский язык и явилась первой книжкой, которая из зарубежных авторов, которая появилась в России. Он сделал всестороннее беспристрастное обсуждение предмета, привел даже данные о появлении светящихся образований при добавлении органики в разряды и получении шаровых молний. Затем, что важно, здесь небольшая биография, которая в статью войдет. Будучи по образованию химиком, он много времени удивлял разным работам на стыке разных направлений. Вот что сказать надо. В 1988 году, после симпозиума по шаровой молнии в Токио, он предложил образовать Международный комитет по шаровым молниям. В состав комитета первоначально выходили Сингер, профессор Ацуки, доктор Дайкхаус и профессор Смирнов. После этого 1988 года практически каждые два года проходили симпозиумы по шаровым молниям, на которых присутствовали люди, указанные здесь. Кёль, Афуратон, Хэндл, Дженнинсон, затем Калебо. Джорджи Эгели был на симпозиуме у Кёля. Визотом называется Стрэнд. Привлек внимание к хиздалинской проблеме светящихся образований. Даже сделал семинар международный, посвященный шаровым молниям и явлениям Хиздаллина. Ну вот, остановимся на некоторых биографиях, на некоторых фигурах. Это профессор Смирнов. Он придумал и химическую модель шаровой молнии. Шаровая молния – это сгорание вещества со свойствами аэрозоля или фрагдального агрегата. И начал проверять свою теорию в экспериментах по сгоранию в различных объектах. Не первым, он также начал работу по анализу наблюдений шаровых молний. И тем не менее, сколько бы ни говорилось о том, что шаровая молния имеет высокую энергию, он считал, что все равно энергия шаровой молнии равна энергии 10 спичек. Что можно сказать для России? Он, не для России, а скорее всего, для Москвы, он был одним из организаторов первых московских семинаров по шаровой молнии. Был вице-президентом Международного комитета по шаровой молнии. Кроме того, он, или, может быть, больший интерес, он представляет как выдающийся ученый, несший клад во все направления низкотемпературной плазмы и физики атмосферы. Теперь поговорим об Ацуке. Ацуке тоже замечательный человек. Он из Японии, он профессор. Очень известен тем, что он написал книжку о взаимодействии пучков заряженных частиц твердыми телами. Он был директором японского физического общества и оказывался одним из руководителей Международного комитета по шаровой молнии и провел вместе с Афуратоном три международные конференции. С Афуратоном он сделал эксперименты, как эксперименты по получению шаровых молний в СВЧ-разрядах, где он пытался получить шаровую молнию, описанную в работах Капицы, и сделал следующее. Он делал разрядники, в которых добавлял органику, и в экспериментах с органическими компонентами получались иногда шары, которые жили несколько секунд, но, скорее всего, они представляли собой какие-то газодинамические объекты. Вместе с Афуратоном он провел сбор данных и анализ наблюдений в Японии. Более двух...